Одной из тем очередного заседания правительства Республики Дагестан стали меры по снижению неформальной занятости в регионе. Как сообщил глава комбина Абдулмуслим Абдулмуслимов, по итогам третьего квартала 2022 года в теневую занятость в Дагестане были вовлечены около 674 тысяч человек. Это составляет 47% от экономически активного населения и превышает показатели по всей стране в 2,5 раза. До 10 марта будут утверждены меры, где материально стимулированы субъекты предпринимательства по легализации удовольствия к доходу работнику. Соответствующее поручение вновь уже дано. Премьер порекомендовал администрациям муниципальных образований сформировать регистр учета закрепляемости на рабочих местах сотрудников, с которыми оформлены трудовые отношения. Особенно это касается Тлеротинского района и Каспийска, где план по легализации деятельности выполнен всего на 33 и 22% соответственно. Также в своем выступлении Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил и положительные результаты. Нам доложили, что по итогам 2022 года муниципальными комиссиями легализовано 32 тысяч работников или 160% от установленного плана. Кроме того, за отчетный период 7,5 тысяч хозяйствующих субъектов оформили документы, удоставляющие их право на занятие предпринимательской деятельности. Министр труда и социального развития Республики Дагестан Мурат Казиев рассказал, что на рост теневой занятости повлияла удаленная работа на цифровых платформах, получившая популярность в период пандемии коронавируса. Кроме того, на данную сферу оказал влияние мораторий на проведение плановых проверок предпринимателей, введенные в условиях санкций. По нашей оценке, основная зона риска появления неформального сектора в экономике – это малое предпринимательство в основном в сфере торговли и общепита, сельского хозяйства, транспорта, строительства и ремонта. Данные цифры подтверждаются ранее проведенным в Минтурдом Республики собственным социологическим исследованием. Также Мурат Казиев отметил, что в республике активно применяются методы субсидирования объектов предпринимательства и введения особого режима налогообложения для самозанятых. Благодаря этому за 9 месяцев 2022 года официальная численность выросла почти в 6,5 раз и на 1 октября составила более 159 тысяч человек. В завершении встречи участники обсудили тему занятости в сфере сельского хозяйства. Министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов отметил, что в регионе 200 тысяч человек имеют подсобные хозяйства и производят продукцию как для своего потребления, так и продажи. В свою очередь глава комбина поручил налоговой инспекции проработать вопрос регистрации таких категорий граждан и присвоения рынкам статуса управляющей компанией.